Активисты движения ОНФ, неравнодушные горожане и лидеры общественного мнения смотрели пресс-конференцию Путина в Центральной библиотеке. Общероссийский народный фронт впервые организовал трансляцию пресс-конференции президента. К обсуждению пригласили всех желающих, чтобы после подробно всё обсудить, сконцентрировавшись на актуальных для города Сочи проблемах. Сочи, соответственно, поддержал эту инициативу и организовал данное мероприятие на площадке Центральной городской библиотеки. Участники отметили, что темы, которые сегодня обсуждаются в ходе пресс-конференции, также близки и нашему городу. Вопросы, которые сегодня задаются, и мы их слышим, будут зафиксированы и взяты под контроль ОНФ и приняты к решению. Мы внимательно прослушаем президента, проанализируем всё, что он сказал, попытаемся как-то провести проекцию, сказанную президентом, на те процессы, которые происходят в нашем городе. И вместе с работниками администрации и работниками представительной власти попытаемся найти варианты решения тех процессов, которые на данный момент в городе Сочи не решены. Меня, конечно, касается в первую очередь направление, связанное с развитием системы образования. И важно, что эти вопросы стоят и на контроле у президента, и эти направления практически все будут реализованы. И уверенность, которую демонстрирует Владимир Владимирович, говорит о том, что в следующем году и уровни финансирования, и уровни принятия решения, и те действия, которые будут предприняты, они позволят добиться указанных заявленных результатов. Каждый из общественников ждал своего вопроса. К примеру, Ольга Захран, педагог дополнительного образования, работает с местными юноармейцами. Её интересовал вопрос поддержки военно-патриотической работы. Мы занимаемся проектом о поисках родственников, погибших в концлагерях сочинцев. У нас по ХОСТе и по Центральному Сочи 78 человек найдено, есть карточки с концлагерей, и по Адлерскому району 7 человек. Я думаю, что до 75-летия мы всех родственников найдём, или по крайней мере большинство из них. Мы рады тому, что в рамках нацпроекта у нас получают активную поддержку сельские клубы, музыкальные школы. Мы сейчас активно приобретаем музыкальные инструменты. Мы сейчас заходим в нацпроект с первым сельским домом культуры ХОСТинского района села Измайловка. На следующий год и на 2021, 2022, 2023 годы мы готовим капитальный ремонт также сельских домов культуры в Лазаревском районе и в Адлерском районе. И чему мы очень рады, что нас слышат и поддерживают. Большая пресс-конференция президента – это, по сути, подведение итогов года. Глава государства общался с журналистами больше четырёх часов. Это стало 15-й юбилейной встречей российского лидера с представителями СМИ. Всего журналисты успели задать президенту Российской Федерации свыше семи десятков вопросов.